Время деловых фактов Пенсии россиян не уменьшатся. Об этом заявили в Министерстве труда в ответ на реплику экс-министра финансов Алексея Кудрина. Напомню, накануне он сказал, что у правительства закончились деньги на выплаты пожилым людям и выход из ситуации один – повышение пенсионного возраста. В правительстве это опровергли и подчеркнули, что с каждым годом пенсии будут только расти. Отмечу, что в 2017-м страховые выплаты проиндексировали почти на 6%. Это даже превысило прошлогоднюю инфляцию. РЖД возобновила продажу билетов на плацкартные вагоны на следующий год. Период поездок пока ограничен 15 января. На время зимних каникул маршруты отправят дополнительно 500 рейсов. Ожидается, что днями пикового спроса будут 29 и 30 декабря, а также 6, 7 и 8 января. Ранее РЖД приостановили продажу билетов с нового года. В качестве причины компания указала отсутствие решения ФАС по индексации тарифов. Было непонятно, по какой же цене продавать проездные документы. Отмечу, их стоимость в 2018 году не изменится. Интернет-магазины обяжут принимать банковские карты. Это, наконец, должно стать нормой. Такой пункт содержится в плане по реализации правительственной программы цифровой экономики. Инициатива может заработать уже в следующем году, сообщают Известия. Эксперты утверждают, она потребует снижения комиссии банков за прием карт к оплате. Эта мера увеличит долю безналичных платежей в стране. Прогнозирование ценовых ожиданий. Банк России сообщил, насколько вырастет инфляция в 2018 году. Она достигнет 4%. А вот по итогам 2017-го показатель сохранится на уровне 3%. Ранее, напомню, на инвестфоруме «Россия зовет» президент Владимир Путин заявил, что в октябре инфляция в стране вышла на рекордно низкий уровень за всю историю – 2,7%. Ну вот, а что будет с рублем, с акциями «Магнита» и как далее будут вести себя иностранные валюты? И какова судьба криптовалют? Об этом мы поговорим сегодня с нашим экспертом. Это Владислав Кочетков, президент инвестиционного холдинга «Финамо». Здравствуйте, Владислав. Ну и, конечно, первый вопрос по поводу главного события, которое произошло на бирже на этой неделе. Это продажа акций компании «Магнит». Сергей Галицкий реализовал 7,5% компаний. Здесь очень многие иностранные инвесторы проявили к компании интерес, несмотря на то, что акции упали перед этим очень сильно. Как вы думаете, какова судьба ритейлера в ближайшее время? Они поднимутся? Ну, стоит отметить, что акции ритейлера уже поднимаются. Последние два дня акции «Магнита» уверенно растут. Вчера 6%, сегодня практически 6%. Соответственно, была небольшая биржевая паника. Когда продают большой пакет по цене ниже рынка, инвесторы, конечно, нервничают. Но на самом деле «Магнит» – это один из лидеров российского фондового рынка. То есть те, кто нервничали, акции продали. И началась новая волна покупок. Я думаю, у «Магнита» достаточно неплохая перспектива. На «Магнит» скорее давит фундаментально не текущая продажа. Тем более, что эта продажа является не просто продажей, а как выяснилось, частным лучшим СПО. То есть большая часть денег от продажи акций пойдет в развитие бизнеса. На «Магнит», конечно, давит то, что у нас очень медленно восстанавливаются доходы населения. Но при этом в случае, когда лидер рынка, точнее, лидер рынка, как правило, даже в условиях падения дохода населения в целом, зарабатывает больше, чем остальные игроки. «Магнит» действительно лидер. И «Магнит», на мой взгляд, по-прежнему интересная бумага для покупки. Несмотря на то, что он чуть-чуть отрос, дешевле, в среду купить было бы интереснее. Но сегодня тоже неплохо. И зарубежные инвесторы это подтверждают. Они акции продолжают покупать. Спасибо, Владислав. Хотела уточнить еще вопрос по поводу криптовалют. Ваша оценка, как вы думаете, как поведет себя Минфин, потому что от него ждут правила опубликования, как будут себя вести люди с биткоином. И что делать российским инвесторам, которые хотят вложиться именно в этот необычный инструмент? В моем представлении, все-таки криптовалюты будут регулировать не Минфин, а Центробанк. Но для рядового покупателя это не так важно. Мы ждем принятия законопроекта, который намечен на весну этого года. Скорее всего, с вероятностью выше 99% криптовалюты будут ограничены только для квалифицированных инвесторов. То есть рядовой российский инвестор их купить не сможет. Но при этом пока закон не принят, пока криптовалюты в России не регулируются, их можно покупать. Правда, опять же, покупать можно, например, через кипского брокера. Криптовалюты – тема сложная. Во-первых, криптовалют очень много. То есть мы обычно говорим про биткоин, эфир, лайткоин. На самом деле их уже за тысячу разных токенов, которые можно приобретать. Наиболее востребовано, условно, доллар в мире криптовалют – это биткоин, который в начале недели приседал, сейчас снова отрастает. Ему можно приобрести. Но любой инвестор должен понимать, что с точки зрения физической, если рубль, доллар, они обеспечены какой-то экономикой, которая есть под ними, то биткоин – это кусок, который хранится на энном количестве, энное – это миллионы компьютеров. Но на самом деле вы покупаете не кусок экономики, вы покупаете действительно код, который растет, растет в какой-то степени на фоне информационной истерии по поводу криптовалют. На криптовалют можно заработать. В начале года вы могли иметь 3 тысячи долларов и сейчас уже продать криптовалюту под 8 тысяч долларов, заплатив какую-то сумму за вывод. Кстати, вывод крипты – это отдельная тема. До 10% стоимость доходит. Ну, тем не менее. То есть криптовалюта пока актив спекулятивный. Когда Центробанк и Минфин называют их пирамидой, они во многом правы. Но это та пирамида, на которой можно заработать. Если у вас уже есть инвестиционные портфели, и вы готовы потратить, скажем, 3 или 5% от него на спекулятивную часть, можно купить и криптовалюту. Опять же, наверное, я биткоин бы рекомендовал. Но, тем не менее, стоит понимать, что это та часть, которая может вам принести много денег, либо та часть, которая через полгода сократится примерно до нуля. Готовы к риску? Покупайте. Главное – не тратить много. Владислав, еще хочу задать вопрос по поводу судьбы долларов и евро. Потому что совершенно разные прогнозы по этому рынку. И то, что рубль будет далее укрепляться, и то, что наоборот, доллар победит. Ваша оценка, ваш прогноз на ближайшие два месяца? Обычно, когда меня спрашивают про курс доллар или евро, я отвечаю максимально честно. Двумя словами, не знаю. Потому что, действительно, не знаю очень много факторов, которые влияют на курс валют. Факторы макроэкономические, что произойдет в Сирии, Нигерии, в других странах, завтра-послезавтра мы не знаем. При нормальном раскладе, в текущем условии, безусловно, курс рубля, он зависит от нефти. Нефть сейчас более-менее стабилизировалась, и, более того, спрос на нефть сейчас превосходит предложение. Это способствует тоже усилению рубля. Посмотрим, что будет 30 ноября на встрече ОПЕК+. В целом, можно ожидать, что курс рубля стабилизируется в диапазоне 57-62 рубля за доллар. Более того, 62 рубля – это прогноз пессимистический. И большинство аналитиков ожидают диапазон на 57-62 рубля. Спасибо большое, Владислав. Я напомню, на вопросы отвечал Владислав Кочетков, президент институтного холдинга «Финам». Ну и, к сожалению, программа наша заканчивается. Это были «Деловые факты». Всего вам самого доброго. Увидимся на канале «Кубань-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова